Дмитрий Ажигин занимается футболом с самого детства. Профессиональная карьера не сложилась, а бросать любимый спорт не хотелось. Решил стать тренером детской команды. Уже четыре года передает свой опыт детям. Упорные тренировки начали приносить результат. Команда заняла второе место в премьер-лиге чемпионата и первенства по футболу. И ребята довольны, и руководцы клуба довольны. Также я был очень доволен. Это наше первое выступление на таком серьезном и очень организованном турнире. На протяжении последних трех-четырех туров мы прекрасно знали, что мы будем в призовом месте. Там был вопрос первая или вторая строчка. Дмитрий и его подопечные приехали на торжественное награждение победителей и призеров чемпионата. Здесь собрались около 45 команд. Каждая из них заняла одно из трех мест в разных возрастных категориях. Участие в чемпионате приняли ребята от 10 до 17 лет. Я думаю, что у каждого ребенка нашей страны великое будущее. Вопрос, как распорядиться этим будущим, зависит от него. То, что он уже в спорте, говорит, что он сделал правильный выбор, а правильная работа тренера, правильная работа федерации поможет ему и дальше совершенствоваться и расти в этом виде спорта. Матчи чемпионата и первенства по футболу проводятся в течение полугода. Всего в этом сезоне участие в них приняли около 150 команд. В городе Самара футбол больше, чем игра, занимающихся огромное количество. Поэтому мы постараемся привлекать еще больше пацанов и девочек в этот вид спорта, для того, чтобы наша нация стала еще здоровее. Чемпионаты первенства по футболу снова соберут юных футболистов со всего города в мае следующего года. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует... Продолжение следует...